Ну что, господа, есть предложение? Дядюшка Антонио даст вам целых тысячу долларов, но при одном условии. Вы должны вложить их или в биткоин, или в новый костюм. Итак, что вы выберете? Друзья, вот тема сегодняшнего видео. Снабдить вас информацией, чтобы вы приняли правильное решение. Итак, господа, сперва рассмотрим, как вернется нам наше вложение. Какое инвестиционное решение лучше? Итак, биткоин. Если бы вы вложились в него в начале этого года, сейчас вы получили бы почти 2000% прибыли. Чертовски здорово, правда? Что касается костюма, как только вы вложитесь в великолепно выглядящий костюм, вы сразу же станете выглядеть на 2000% лучше. Конечно, мы сравниваем яблоко с апельсином, но я предпочту отдать голос за костюм. Следующее. Поговорим, что сильнее влияет на людей. Итак, что касается биткоина. Что происходит? Люди берут ипотечный кредит, затем берут второй, закладывают свой дом, чтобы вложить в то, чего они не понимают. Я позвонил своей маме, которая даже не знает, как инвестировать. Она расспрашивала у меня про биткоин. Есть люди, которые говорят, что вам нужно принять шикарное инвестиционное решение и вложиться в биткоин. Ну, да, это звучит довольно безумно, но несравнимо с тем, когда вы покупаете костюм. Друзья, когда вы надеваете костюм, когда вы заходите в помещение, что происходит? Люди, даже не зная, кто вы, обращаются к вам сэр. Девушки, которых вы даже не знаете, подходят и дают вам свой номер, хотят поболтать с вами. Вы становитесь более привлекательным. Почему? Потому что создается новая картина. Ваши плечи становятся шире, вы выглядите более сильным, мужественным. Как и ваша грудь поднимается, вы становитесь подтянутым. Если у вас есть лишний вес, костюм и пиджак скроют это. Поймите, что люди последуют за вами, когда вы вне правил, но в три раза вероятнее они последуют за вами, когда вы будете в костюме. Вы постучитесь в чью-то дверь, они не знают вас, но угадайте, что? Если вы в костюме, вам откроют дверь в три раза чаще. Все это из-за силы костюмов. Итак, кто здесь победил? Снова я отдаю свой голос костюму. Далее, что легче для понимания? Итак, когда дело доходит до биткоина, вам нужно быть способным сказать только одно слово, и это слово блокчейн. Я не использую это слово необдуманно, потому что, когда вы скажете его в группе людей, все замолчат и будут смотреть на вас и скажут «Вау, да этот парень знает о чем говорит». Итак, будьте осторожным с этим словом, но поймите, когда вы его скажете, где говорят об инвестициях в биткоин, когда он поднимется, где он падает, просто скажите «блокчейн» и бум, каждый удивится, обратит на вас внимание и далее уже будут слушать вас. Что касается костюма, тут нужно немного больше. Вам нужно сфокусироваться на том, как он сидит, на ткани и сфокусироваться на функции. Вот это моя пирамида стиля. Если вы отлично справитесь с этим, тогда вы будете отлично выглядеть в любом костюме, неважно насколько дорогой, за 200 долларов или за 2000. Итак, у вас есть 1000 долларов, вы можете найти отличное предложение. Снова, если сфокусируетесь на том, как он сидит на вас, убедитесь, что вы покупаете лучшую ткань, которую можете себе позволить. И убедитесь, что он функционален и подойдет, чтобы он был достойным пополнением гардероба. Далее, какая инвестиция безопаснее? Итак, с биткоином у вас есть Северная Корея, у вас есть Россия и Путин. Также 20% рынка Южной Кореи. Я имею в виду, что может произойти, кроме как роста цен. Итак, достаточно безопасно, но не так, как покупка классического костюма, который вам подходит, который отлично послужит даже на следующие 10 лет, а возможно, около 20 лет. Если вы сохраните, если вы останетесь в форме, заботясь о своем теле, вы будете его носить и чего только не переживете. Итак, сосредоточьтесь на форме, на всем, о чем я говорил. Внешний вид, ткань и функция. И получите то, что прослужит вам до 20 лет. Итак, что безопаснее? Я не знаю, будете ли вы инвестировать в стабильную страну, как Северная Корея, или выберите классический костюм. Я все-таки выберу костюм. Снова. Далее, что сделает вас более умным на вид? Итак, биткоин. Все говорят о биткоине. И просто сказав слово биткоин, вы не выглядите умным. И когда в комнате с людьми, говорящими о биткоине, вам позвонит мама, и она сможет поговорить о биткоине, то чтобы вам выглядеть умнее, просто скажите эфириум. И они сразу такие, вау. Ладно, это не такой же уровень, что и блокчейн. Но блокчейном не стоит разбрасываться. Будьте осторожным с этим словом. Эфириум вы можете разбрасывать во все стороны. Будьте аккуратны. Сохраните где-то одну минуту паузы между блокчейном и эфириумом, если вы будете использовать их вместе. Но поймите, эфириум это одна из криптовалют, о которой не так много людей слышали. А которые слышали, сразу поймут, что вы часть тусовки. И да, вы будете выглядеть умнее, просто используя одно слово. Итак, когда мы говорим о костюме, поймите, когда вы надеваете костюм, вы выглядите более компетентным, как тот, кто в принципе с высоким интеллектом. Человек, который более профессионален, заслуживающий доверия, знающий, о чем он говорит. Итак, выступаете ли вы с презентацией, стучитесь ли в дверь, видите кого-то в первый раз. Вам нужно выглядеть тем, кто знает, о чем говорит. Выглядеть более интеллигентным. Просто наденьте костюм. Бум, и вы преобразитесь. Итак, если бы я делал выбор, господи, я все так же на стороне костюма. И просто потому, что это немного универсально, но господи, биткоин так близко. Ну ладно, господа, так куда вы потратите вашу тысячу долларов? Дайте знать в комментариях, куда вы вложитесь. В биткоин? Или вы инвестируете в костюм? Лично для меня костюм уже победил, и я вложу все свои деньги прямо сейчас в биткоин. Потому что, друзья, так оно и работает. Не делайте логических решений. Вместо этого просто вложите свои деньги, так сказать, в пузырь, чтобы он рос, и получайте удовольствие. Потому что это же просто деньги. Нет, серьезно, друзья. Я просто хотел развлечься в этом видео. У меня нет никаких ответов, и я не против биткоина. У меня есть несколько друзей, которые вложились ранее. О, кстати, когда вы говорите в группе людей, что у вас есть друзья, которые вложились раньше, вы также будете выглядеть немного круче. Но серьезно, я на все это смотрю, и это так забавно смотреть по обе стороны баррикад, как все об этом говорят. И в конце этого дня, господа, вам нужно принять умное финансовое решение для себя. И только один человек это может сделать. Это вы. Итак, убедитесь, что инвестируя во что-то, вы на самом деле понимаете, что это. На этом все, друзья. Берегите себя. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Напишите в комментариях, что вы думаете. Берегите себя. Увидимся в следующем видео.